Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня уже вторник, 10 сентября 2024 года. Власти Латвийской Республики обратились к населению после инцидента с дроном. Сохраняйте бдительность! Совет национальной безопасности СНБ во вторник решил обновить и упорядочить необходимые процедуры для осуществления более эффективного реагирования на угрозы безопасности, исходящие от беспилотников, сообщил советник президента Латвии Мартинш Дреггерс. Друзья, скорее всего уже многие наслышаны, что на территории Латвии упал, либо прилетел, каким-то образом оказался дрон. Какой дрон, чего дрон, давайте разбираться, друзья. Я вчера говорил вам, что пока еще ничего толком не известно. Что там, что с этим дроном, какой это был дрон, чей это был дрон. И как определять эти дроны, почему я так говорю сейчас смело, а потому что уже премьер-министр Эвика Силеня заявила, что мы еще пока не научились распознавать чьи и что они себе представляют эти дроны. Да. Ну как-нибудь я тоже вам эту новость преподнесу. Послушайте дальше, друзья. Министерство обороны и национальной вооруженной силы, НВС, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, в Латвии, естественно, друзья, вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Будут работать над совершенствованием процедур. Будут работать. От этого не работали, да? Ну ладно, хорошо. Во вторник под руководством президента Латвии Эдгара Ренкевича в Рижском замке состояло заседание Совета национальной безопасности СНБ, на котором была заслушана информация о российском беспилотном летательном аппарате военного назначения. Ну вот видите уже точности какие-то. Российский беспилотный летательный аппарат военного назначения. Значение. Упавшим 7 сентября, я говорю, вы, наверное, слышали уже, упавшим 7 сентября в Гайгалавском, Галгалавской волости Резыкненского района. Друзья, тороплюсь вам сообщить, но ничего. Совет национальной безопасности, под Резыкнен, короче, недалеко, заслушал промежуточный отчет о расследовании, проведенном Министерством обороны и Национальными вооруженными силами. 7 сентября в Гайгалавской волости упал российский беспилотник типа Шахет. Ну как правильно, Шахет, Шахет написано, друзья. Ну теперь вы, ну послушайте до конца, пожалуйста, друзья. Я вам просто так здесь не буду выдавать. Я вчера говорил, вчера и позавчера, что надо пока разобраться, да, вчера. Что там, чего там, правда ли, не правда ли, а вот, пожалуйста. Типа Шахет, этот беспилотник, начиненный взрывчаткой, который был нацелен, внимание, нацелен на Украину, но достиг Латвии. В ВВС Латвии, военно-воздушные силы Латвии следили за ситуацией, но никакого решения о сбитии, о сбитии, повторяю, этого беспилотника или поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО принято не было. Нет, ничего не приняли. Когда дрон упал, боеголовка, которая изначально не взорвалась, была деактивирована. По мнению руководства Национальных вооруженных сил, полученная на данный момент информация, указывает на то, что прилет беспилотника в Латвию не стоит, повторяю, не стоит оценивать как открытую военную эскалацию против Латвии. Во вторник Совет Национальной Безопасности договорился с Национальными вооруженными силами об ускорении дальнейшего развития военного потенциала и развертывании дополнительных систем противовоздушной обороны для укрепления обороны восточной границы НАТО. Пишите комментарии, друзья. Какие ваши мысли? Нет, новость не закончилась. Пожалуйста, послушайте до конца. В самом конце сейчас будет само суд. Совет договорился, что латвийская сторона будет поднимать вопрос о необходимости ускоренного внедрения современной системы противовоздушной обороны НАТО и ротационного присутствия сил и средств на восточном фланге НАТО в соответствии с тем, что было решено на саммитах НАТО на предстоящем заседании Североатлантического Совета и обсуждениях с союзниками. В заявлении, опубликованном после заседания Совета национальной безопасности, подчеркивается, что боевые действия России в Украине, где широко используются беспилотники, продолжаются. Поэтому нельзя исключать возможность других инцидентов. Прислушайтесь. Нельзя исключать других инцидентов. А теперь обращение с жителем. Очень важная информация. Жителям Латвии настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и сообщать, сообщать, повторяю, государственным правоохранительным органам и компетентным органам, говорится в заявлении. Сообщать о чем, друзья? Здесь не написано. О чем? О прилетах. Вот таких вот гостиниц. Ну, таких вот, как говорится, непрошенных птичек, пташек вот таких вот, да. Дронов вот таких. Я вчера говорил, да новость закончила, сейчас немножко прокомментирую. Вчера говорил, что сначала фотография была какого-то маленького дрона. Просто написано, дрон прилетел, какой-то дрон с территории России. Там, где я вам говорил, да. Прилетел он. Ничего. Ну и пролетел, и прилетел. Ну, а потом он начал в размерах увеличиваться. Ну, это мне так показалось. Теперь, оказывается, ну, с каждой, с каждой информацией, в средствах массовой информации, с каждой фотографией, дрон превращается в огромный, в огромных размеров, больше даже, чем самолет. Вот я сейчас на него сижу смотрю, друзья. Но. Это не шутки. Я знаю это в связи с чем это связано. Ну, понимаю. Понимаю, да. Не знаю, а понимаю, друзья. В связи с чем. Ну, и вы тоже так же знаете и понимаете. Большинство, скорее всего, вот вы ответите и напишите мне в комментариях. Заранее большое спасибо всем. Если вы догадываетесь, для чего это. И что это вот эти вот. Сначала маленький. Потом средних размеров. Потом большущий. Теперь вообще громадных размеров. Ну, вот, пожалуйста, друзья. Ну, там то, что премьер-министр Эвика Силиня, она заявила. Да, она заявила. Сейчас не хочется открывать. Можно было, конечно, даже открыть эту новость. Сейчас, скорее всего, друзья, сейчас я вам ее открою. Так что, да, пока вы пишите, я сейчас открою, что Эвика Силиня. Что она сказала? Что же она здесь? Да, 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 да. Что она? Что она здесь у нас наговорила? Сейчас, друзья. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, подождите. Открывается, открывается. Сохраняйте бдительность. Пока отключусь. Сейчас на это. Я эту статью даже не стал открывать. Она у меня в истории даже не выскочила. А я-то ищу в истории. Ну, я не стал ничего вырезать. Не буду ничего вырезать, друзья. Вы все прекрасно понимаете. Я беру новости с новостей Латвии. Это для некоторых, чтобы они от меня отвязались, да, навечно. Слушайте внимательно, что заявила премьер-министр Силиня. Силиня призналась, что в Латвии не умеют определять, что за дрон прилетел в страну. Вот теперь дрон. Видите, вот дрон. А там по-другому называется. Вот смотрите. Ну, боксинг, дрон, летательный аппарат. Возможности Латвии идентифицировать залет на ее территории дронов ограничены. Возможности Латвии. Ограничены, понимаете. Заявила во вторник журналистом премьер-министра Элика Силия. Она отметила, что во вторник на заседании Совета по национальной безопасности обсуждалось более эффективное противодействие угрозам безопасности, которые создают беспилотные аппараты. Такие инциденты, когда дрон из другой страны залетает на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно, отметила премьер. И это угроза, подчеркнула Силия, отметив, что национальные вооруженные силы в случае с российским дроном Шахет, который 7 сентября упал в Гайгалавской области, действовали в соответствии с процедурами. Я вам полностью зачитаю то, что она сейчас говорит, друзья. В то же время Силия признала, что возможности идентифицировать залет дронов в Латвию ограничены. Однако государство вкладывает средства в укрепление потенциала защиты от них. Мы договорились, что Министерство обороны, Национальные вооруженные силы и Министерство внутренних дел должны усилить свои процедуры, сказала Силия. Премьер-министр также отметила, что с учетом продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты в Латвии могут повториться. Оценивая коммуникацию Министерства обороны и Национальных вооруженных сил с общественностью в связи с инцидентом, премьер-министр заявила, что доверяет, прислушивайтесь, что доверяет она Министру обороны и Национальных вооруженных сил, напомнив, что коммуникация и средства массовой информации состоялась после устранения рисков. В первую очередь необходимо устранить угрозу для безопасности населения, добавила она. Полностью согласен, конечно. Не дай бог. Не дай бог, друзья, будьте бдительны. Сейчас я тебе говорю, птички могут и залетать, и дальше. Но почему они будут залетать? Вот это вот надо разобраться. Как вам, так и нам с вами. Министр обороны Андрис Спрут заявил на пресс-конференции, что это крайне серьезный инцидент, и в настоящее время оцениваются дальнейшие шаги. Это подтверждение того, что война продолжается, и мы должны продолжить поддерживать Украину, добавил он. Спрутс подчеркнул, что уверен в профессионализме национальных вооруженных сил Латвии, которые действовали в соответствии с процедурами. Однако, однако, будет проведена оценка, можно ли сделать их более эффективными. Министр также подчеркнул, что необходимо укреплять средства противовоздушной обороны на границе и защиты от дронов. Пишите, пишите, друзья. Я вижу, что вы уже пишете. Некоторые, да. Я решил соединить эти две новости все-таки. Также, по словам министра, предусмотрено активное взаимодействие по этому вопросу с союзниками. Спрутс уже обсудил инцидент с министрами обороны соседних стран, а в среду 11 сентября встретится, ну, завтра уже, понимаете? Сегодня 10 сентября, чтобы вы не путались. Завтра вам, в среду, 11 сентября, встретится с командующим, с командующим военно-воздушными силами НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия. В свою очередь, министр внутренних дел Рихард Корзловскис сообщил, что в ближайшее время будет рассматриваться участие министерства внутренних дел в реагировании на подобные инциденты. Ну, что я хочу еще добавить, друзья? Крутверть начался? Да. Крутверть начался. Вот думайте. И пишите комментарии. Повторяю еще раз, предупреждаю всех. Не зря правительство обращается. Власти, Латвии, все власти, Латвии обращаются ко всему населению. Будьте бдительны. И посматривайте этих птичек. Пташек. Ну, хорошо смотреть, конечно, вот аисты, когда летают, правильно? Аисты летают. Я, друзья, новости закончил. Я бы давно мог бы закончить. Но я все равно... Это как прямой эфир, друзья. Просто я не... Я решил даже... При монтаже ничего там вырезать не буду. Вот. Я поискал, да, в истории, но и оказывается, это вот что-то сильнее, сильнее призналось, премьер-министр, что в Латвии не умеют определять, что за дрон прилетел в страну. А можно я добавлю, друзья? Можно? Добавлю. Можно, да? Спасибо вам большое. А производить дроны умеем? Вы умеете? Или вы не знали, что у нас дроны изготавливают? А определять никто не умеет? Что-то тут не то, друзья. Я уже начал, наверное, да, открывать это все. Не, не буду. Я предоставляю вам возможность. Производить можем. Это все средства массовой информации писали и пишут. Ну, уже, ну, сколько можно писать. Ну, что? Сейчас все страны начали. Ну, почти все. В том числе и наша страна. Производить дроны можем. Может. Латвия, я имею в виду. Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Если что. Спасибо вам большое. А определять не умеют. Ну, все, друзья. Буду заканчивать тогда. Иначе мне сейчас понесет. Все. Куда понесет? А птичек ловить? Вон, Семочка. Ты пойдешь на улицу? На улицу сейчас пойдешь. Подожди, Семочка. Сейчас я закончу. Сейчас попрощаюсь. Ну, как попрощаюсь? До следующих видео. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Но будьте бдительны все равно, друзья. Не дай Бог. Я говорю, мира только добра. И без всяких войн. Сколько это можно? Это ужас, друзья. Уже вот эти вот. Да, да, да. Уже на территории. Латвии. Шахет. Ведь что название-то такое? Господи, друзья. Будьте внимательны и бдительны. Просят. Если что, сообщайте. Да, если что. Я говорю, не дай Бог. До свидания, друзья. Не забудьте поставить лайк под видео, подписаться на наш канал. Все, подожди. Подожди. Поделиться в социальных сетях. Ну, конечно же. Действительно. Ну, это залет-то залет. Определять не умеем, да. Ну, научиться со временем. Ну, это к чему? Напишите. Чтобы были бдительны и чтобы учились определять. Да. Восточная граница НАТО. Понимаете? Восточная граница НАТО. До свидания. Спасибо вам за поддержку нашего канала. До следующих видео. Собачка зовет уже. Сейчас пойду выпущу. До свидания. Спасибо, друзья, за поддержку.